Итак, всем привет! Сегодня я расскажу, как моделировал стул. Сначала создадим плавку, поставим ему размер 640х480, у меня размер в миллиметрах, но размер может быть любым. Потом жму Z и макстабирую вид во всех окнах. Что дальше я делаю? Жму на инструмент перемещения правой кнопкой мыши и везде ставлю нолики, чтобы поставить плавку в нулевой ценности для нас. Потом жму собирающий клавиш FM аналогистскую, иду в Maps, Diffuse Color, Diffuse Color, Big Map, изображение и открываю изображение нашей плашки. Жму левой кнопкой мыши и перетаскиваю наше изображение. И чтобы оно отображалось, я возьму вот сюда, на кубик-кубик. Если нажать, не будет отображаться. Идем дальше. Правой кнопкой мыши снимаем, снимаем здесь галочку, потом опять правой кнопкой мыши и замораживаем наш объект. Если бы мы не сняли галочку, наш объект стал бы серым. Теперь можно приступать к моделированию. Сначала создадим цилиндр. Сколько сегментов решайте сами. Я поставлю, например, 14. Но может быть любое количество удобное для вас. Стул я буду моделировать довольно быстро. Поэтому... Сейчас я его сереньким цветом окрашу. Вот, смотрите. Что я делаю? Я подгоняю по нашему изображению. Жму Alt-X, чтобы прозрачным стал наш цилиндрик. И начинаю потихонечку подгонять. Конечно, моделировать по изображению сложно. Ну, кто чувствует хорошо пропорции, тому не сложно. Я имею в виду вообще сложно. В принципе. Вот, подогнали. И еще подмасштабировали немножко. Вот. Теперь что мы делаем? Горячая клавиша 2. Выделяем наши ребра. Жмем клавишу Connect. Вот это вот. Вот сюда вот, смотрите, я жму. И разбиваю один ряд полигонов. Сейчас еще раз поменьше сделаем. Вот. Разбили один ряд полигонов. Потом горячая клавиша 4. Полигончики наши. Выделяю полигоны. Жму вот сюда вот. И Local Normal. Выдавление по локальным нормалям. И вот. Немножечко утолщение делаю. Потом опять Connect нарезаю. Как в прошлый раз. Вот смотрите. Потом клавиша 1. Кстати, чтобы вы видите ребра, на модели жмем F4. Теперь, чтобы сделать небольшое вот это вот толщение на конце, мы будем масштабировать кончик. Но не просто инструментом масштабирования. Потому что не вот просто вот так. Хотя можно и просто так. Ну вот. Для ребра мы масштабировали. И все. Видите, никаких проблем нет. Правда он толстоватый у меня выходит. Но это не важно. Главное принцем показать. Теперь будем моделировать сидушку. Так. Опять сохраниться хотел. Привычка. Создаем обычный бокс. Так, как обычно. Он такой зелененький. Я его опять сереньким материалом накроем. Делаем удобные для нас формы. Наверное, побольше. Так. Побольше немножечко. Вот. Сначала будем делать нижнюю половину. То бишь, вот эту черненькую пластиковую. Не знаю, как назвать. Разрезаем. Опять же разрезаем наш полигон. На уровне ребер коннектом. Вот так разрезаем. И вот так. Разрезаем на четыре половины. Теперь. Удалием. Одну половину. И вторую. Хотя. Обязательно было так разрезать. Ну ладно. Примечки. Применяем модификатор симметрии. Не пугайтесь, что все пропало. Снимаем флип. Все появляется. Потом еще раз симметрия. Но вы по другой оси. Видите, тут оси есть. И опять же ничего не появляется. Опять же нажимаем флип. Перевернусь. Так. Вот. Что-то тут не сидит. Вот. Все на мой. Смотрите, чтобы действие модификатора отразилось, нам нажимать вот эту вот иконочку. Смотрим, нет ли у нас лишних полигонов. Alt-X у нас прозрачность, напоминаю. Теперь нарезаем наш стульчик. Опять же выделим. Сначала давайте немножко подмастабируем его. Вот. В окнах. Сделаем его немножко загнутым. Теперь нарезаем его. Опять же коннектом два раза. Потом тут нарежем. И вот тут, видите, мы моделируем только одну четвертинку стула. Все остальное нам моделировать просто не надо. Вот. И вот, в принципе, стульчик. Ну вот, небольшое углубление есть. Снизу. Ну, тоже немножко того сделаем. Ну, отлично. Z у нас приближать вид. Те, кроме меня, модификатор Massive Moon. Сглаживаем. Сглаживаем наши полигончики, они становятся такими. Он слишком сглаженный, поэтому мы добавим еще один ряд полигонов. Чем у нас крупнее сетка, тем, как бы, у нас будут острые углы. Вот. Видите, мы добавили, и у нас угол более острый. Если поднять вверх, угол еще более острый. То, что нам надо. В принципе. Вот. Видите, все. Можно, конечно, еще немножко поработать с подушечкой. Чтобы выгибать ее вот так вот. Вот. Вот так. Чтобы было больше похоже на рисунок. Теперь. Что мы делаем? Мы просто берем полигончики наши, вот эти вот сверху. И выдавливаем их. Спокойненько выдавливаем. Уже по группам. Не лопа, норма, а по группы. Хорошо. Вот. Спокойненько выдавливаем. Перемещаем наши вершинки. Удаляем лишние полигоны, которые возникли при выдавливании. Видите, сбоку. Вот. Мы подалили. И у нас почти готова подушка. Выявляем наши полигончики. Приподнимаем их наверх. И, наверное, еще немножко разобьем. Ребра. Разок. И вот. Подушечка наша готова. В принципе. Вот. Все просто. Теперь переводим в подментированный полигон. Вот так вот. Живем правую кнопку мыши. Конвертую и таблетку поле. Еще раз. Перевести в редактированный полигон. Теперь. Мы просто сделаем вот эту часть нашей модели. То бишь пластиковую штукоринку отдельной. Выделяем полигончики. Горячка. Пластиковую штукоринку отдельной полигончик. И деталью. Ну вот. Пожалуйста. Мы еще можем поэкспериментировать с подушкой. И не будем бояться, что мы случайно заденем вот эти вот детали, которые так отдельно. Конечно, тут подушку на изображение выгнуты, но мне хватит такой. Теперь делаем вторую подушку. Делаем точно так. Создаем полигон. Вот полигончик создаем наш инструментом, как бы сказать, вот этим инструментом выравнивания. Мы жмем. Вот. Сейчас. Мы жмем. Нажимаем сюда. И тут написано по жутким осям выровнять. По центру, по минимуму и так далее. Ушел от уси. Разберюсь. Надеюсь. Ему удобно выравнивать одни модели относительно с других. Вот. Полигончик. Просто берем и разрезаем его на две половины. Надеюсь, вы догадались уже зачем. Чтобы удалить вторую половину. И применяем модификатор симметрии. Вот. Все просто. Теперь все то же самое. То есть моделирование на уровне ребер. Разбиваем полигончики здесь. Разбиваем полигончики здесь. То есть выделили вро. Нажали комметы. Вот. И делаем нашу подушечку. Спокойно. Без спешки. Так что у меня маловато на подушку похоже. Поэтому надо немножко так согнуть. И вот. Теперь. Применяем модификатор Muffin Smooth. И смотрим. Подушечка не такая, какая нам нужна. Значит, надо еще ребер добавить. Но уже вдоль полигонов. Выделяем наш ребер. И жмем вот эту вот кнопочку Ring. Вот. И смотрим. Вот вроде нормально. Но если результат нас не удовлетворяет, мы еще раз применяем. Еще раз разбиваем. То есть чем больше у нас полигонов, тем будет более острый угол. Как бы мы строим каркас для модификатора. А так, если у нас не будет, ребер у нас полигончики будут сильно сглажены. Вот. Так. И небольшое углубление делаем на подушке. Просто перемещаем вершинки. Смотрите. Вот и все. Видите, как будто она немножко помяда. Естественно, чем у нас больше полигонов будет, тем мы можем больше помятости добавить. То есть чем мы больше нарежем. То есть поэкспериментируйте, у вас все получится. Отлично. Идем дальше. Теперь сделаем вот этот вот переход между одной подушечкой и другой. Переходим в нестандартный примитив. Вот сюда вот инструмент HOS. Идем вниз. И делаем его не круглым, а квадратным. Вот таким вот. И просто масштабируем. Я даже, смотрите, параметры у меня никакие не менялась. Там можно менять, можно количество сегментов ставить. Как у обычного цилиндра, бокса. То есть все то же самое почти. Ну, там, конечно, специфические параметры. Но немного похожих. Вот, смотрите. Там на картинке, вообще-то, она сзади находится. Вот эта штуковина, как бы, вот так стоит. Поэтому лучше вот так разместить. Ну, и подушечка можно, конечно, потолще сделать. Ну, это на ваш вкус. Просто она тут не сильно похожа, как на картинке. Поэтому постарайтесь максимально приблизить. Вот, смотрите. Не очень похоже. Ну, ладно. Сейчас. Одну вершину-то перелим, и пойдем дальше. То есть я просто взял готовую модель. Ничуть даже не моделировал. Теперь будем вымоделировать ручки. Будем сплайны. Сплайны находятся вот здесь. Видишь? Видите? Сплайны. Буду делать из обычного круга. Круг. Крикюркал. Круг. То есть у нас сплайны, по сути, линии таких, как арматура у здания. Идем в эту папочку, рендеринг, и ставим здесь галочки, чтобы наш сплайн отобразался корректно, а не был как арматурина. И задаем параметры. Потоньше ставим. Вот. Ну вот, потоньше так. Теперь переводим в не E-tabli поле, а E-tabli сплайна. Горячая клавиша. Вертексы 1, сегменты 2, сплайна 3. По сути, тоже такая же раскладка, аналогичная, как в поле. И вот двигаем наши вершинки. Вот они вот, смотрите. Спокойненько их двигаем. И придаем нужную нам форму. То есть, вы можете поэкспериментировать. В принципе, просто. Двигаем эту вершинку, двигаем эту и эту. Можно нажать правую кнопку мыши, и вот здесь такой оккурчик увидим. Без Е, без Е, корнер, корнер, смут. Корнер это угол, то есть у нас такой острый угол появляется. Смут это сглаживание, а без Е это у нас такие усики, видите, появляются. Кто работал в фотошопе, тот, наверное, вспомнит аналогию. Там тоже такие инструментики есть, как в Без Е. Ну, когда мы рисуем линиями в фотошопе, там есть нечто похожее. Вот. Не буду сейчас долго с ним возиться. Вот, все. Теперь можно перевести конверт и таблету поля и сделать две вещи. Во-первых, можно спокойно тут помастабировать. Все, что угодно, наши вершинки, вот так выделяем, мастабируем. Можно их подвигать. Тут, например, на изображении, вот в уголочке, тут угол более, ну, не такой плавный. Тут вот так вот вершинки наши выдвинутые. То есть, поставить как нам нужно. Теперь, а сколько кваску создавать? Выделяем одно ребро, нажмем луп. Вот, лупом. Теперь второе. Третье, четвертое. Нажали. Нажимаем чампер. То есть, не на сам чампер, вот сюда вот, а вот на левой окошке. И тут координаты создаем для чампера. Аккуратненько создаем. Тут сегмент для чампера. Вот. Дыша. Так же, как сегменты, так же, как в коннекте. То есть, одно и то же, по сути, вот. Применяем. Какой модификатор, догадайтесь правильно. Мешан смут. Можем итерации поставить. То есть, сглаживание будет сильнее, но полигонов при этом будет больше. Поэтому, особенно, много не ставьте итерации. Одной обычно хватает. Не забывая про эту кнопочку отображения применения модификатора. Извините. Заговорился. И перемещаем вот сюда. Подставочку делаем аналогичным образом. Считаем, что она здесь находится. Подставку я делаю сбок. Обычный боксик. Вот так вот создаем. Перемещаем вниз. Переводим в конверт твитаблеты поле. Это я нажал F3, чтобы ребра не видеть. Наверное, все уже знают горячие клавиши. Если кто не знает, рассказывает. Теперь применяем инструмент не Connect, а Cut. Или Cut. Вот он. Горячие клавиши Alt-C. Вот. Мы режем полигоны. Выделяем полигончик. X-Tude. Обычный X-Tude тоже. Видите, не LocalLore, он не Бук полигона, а по группе. Вот. Теперь что мы можем сделать? Можем добавить ребер с помощью Connect. И применить модификатор сглаживания ребра тоже. Лучше размещать на углах. Вот, например, вот. Сделаю я здесь ребро там. Вот, да. Так. И... Ну и здесь. В общем, делайте сколько хватит. Вот здесь ребро. Вот здесь ребро. Вот так вот. Ребер наделайте. И потом смотрим на результат. Применяем модификатор. Мы можем смутся. Смотрим. Вот здесь вот сглаживание плохое. Значит, ребер маловато. Значит, надо еще ребер. Пожалуйста. В общем, процесс понятия. Нам можно просто итерации добавить. И тогда... Вот, у меня так вышло. Чтобы здесь сетка хорошо сгладилась, лучше вот здесь вот разрезать. Я разрезаю инструментиком. Так, инструментиком. Как бы вам побольше показать инструментов. Вот этим инструментиком. То есть он тоже резает. Это третий вид инструментов, который разрезает. То есть плоскость такая режущая. Она режет все. Вы поставили ее как надо. Наслали. Клик. И все. И она разрезала. Вот, по сути, у нас получше уже стало. Идем дальше. Просто копируем. И чтобы у нас зеркально отразилось, используем инструмент миров. Но не копия, а просто ноклон. Вот, и все. Вот, пожалуйста. О, не по той я все копировал. Вот, пожалуйста. Что у нас теперь осталось? Колесики и нововочки. Тульчики у меня такие плохие. Надо подушечки изменить будет. Ну ладно. Идем дальше. Создадим цилиндр. Вот здесь важное количество сегментов. И скоро вы узнаете, почему классное тут количество сегментов. Сегментов мы будем ставить 20. Естественно, 20. Вот, сегментики есть у нас. Смотрим. Ну, толщина у нас будет небольшая. Радиус тоже там вот такой. Наверное, хватит. Переводим в коневтируемый полигон. Потом выбираем полигоны. Горячая клавиша 4. И выделяем. Выделяем почти все полигоны. Кроме тех, которые, чтобы не выделить. Вот. Вот эти вот 4 оставляем. Остальные удаляем. Плавиши делить. Потом. Влием полигончики. Ждем выдавить. Выдавливаемся. Спокойненько выдавливаем полигончики. Ножка немножко загнута. Поэтому опустим ее вниз. И что мы сделаем? Правильно. Орежем полигончики. Канны. Вот. Если присмотреться на рисунке. Присмотреться к рисунку. То там видно, что ножка еще снизу идет как бы плавно изогнута. Вот. Вот так вот. И там плавно изгиб идет. Вот. В принципе, полигонов немного. Поэтому можно быстренько вот так ручками все-таки раскидать. Вот. Пожалуйста. Теперь что мы делаем? Теперь, с чем делать фаску для сглаживания, мы разобьем полигоны вдоль оси. Вот так вот. Применим наш модификатор. Посмотрим. Ага. Фигово. Значит, сделаем еще фаску. Не всегда обязательно фаску делать. Просто надо смотреть по результату. Вот. Не устраивает нас результат. Значит, еще добавляем полигончик. Выделяем ребра. Жмем лоб. Не все выделено. Значит, еще нажимаем здесь. Вот. Вроде бы все выделилось. Жмем чамфер. Опять то же самое. Спокойненько. Не спеша. Вот. Делаем фаску. Теперь смотрим. Вот. У нас уже результат. Более-менее. Конечно, сглаживание можно больше поставить. Ну. Пока я просто смотрю по результату сглаживания. Само-то сглаживание не надо. Удаливаем пока сглаживание. Теперь самый важный момент. Идем вот сюда. Нажимаем вот эту кнопочку. И мы можем нашу точку вращения, вокруг которой вращается объект, перемещать. Перемещаем сюда. Переходим в режим вращения. Горячая клавица E. Нажимаем Clifle Shift. И вращаем. Так. Я немножко неправильно поставил точку вращения. Вот сюда вот. Главное не забыть отгнать вот эту клавишу, прежде чем прийти к копированию. Опять неправильно. Тут просто на глаз все делаешь. Поэтому. Где-то вот так. Да, вот примерно правильно. И делаем обычные копии в количестве четырех. Не угадал я. Ну ладно. Уручком подредактирую. Что-то вот не получается мне угадать. Как обычно с первого раза угадываем. Вот. Ну что нормально. Не пугайтесь, если там зазоры есть. Я там все исправим. Ну не получилось, так не получилось. Теперь берем, оттачим. То бишь вот. Просто оттачиваем. И вот. Зазоры сейчас будем убирать, скажу как. Переходим на уровень вершин. Горячий пайс 1. Выделяем вершинку. Применяем инструмент, который находится в едет вертекс. Вот здесь вот. Так же. Жмем от вершинки. Он соединяет вершины. Каким образом? Жмем на одну вершину, тянем к другой. Жмем на одну вершину, тянем к другой. Жмём на одну вершину, тянем другой, тянем другой. Опять. Жмём на одну вершину, тянем другой, тянем другой. На одну вершину. И так вот. Обходим все наши вершинки. Аккуратненько, не спеша. Если промахнётесь, ничего страшного. Вот Ctrl-Z мы отменяем результат. То есть вот Ctrl-Z нажал, результат отменился. Или вот здесь кнопочку нажмите. Вот, всё мы. Теперь применяем хитрость. Применяем Motion Smooth, переводим в конвертированный полигон. И только потом делаем наши вершинки. Если мы сделали до этого, то наша вершинка бы скользилась. Догадайтесь почему. Теперь, короче, клавишер троечка. Вот. Вот. А вот не все вершинки я сшил, как видимо. Да, не все сшил. Вот. Одна вершинка не сшита, и поэтому не получится у меня. Вот. Теперь пробуем. Ну. Не страшно. Вот. Тогда я наглядно покажу, что мы ещё раз делаем. Возвращаемся назад. Смотрим все вершинки. А, вот видите, она спряталась, я её не заметил. Возвращаемся назад. И аккуратненько их сшиваем. Модификатор Motion Smooth хорош при проверке косяков на модели. Вот. Вот. Сейчас вот всё должно быть нормально. Прими ещё один инструмент, называется Weld. Я просто выделяю вершины и нажимаю. Ну и у неё есть минус. Надо выделить обе вершины сразу, которые мы будем сшивать. И можем сшить лишнее. То есть там плита Градвал, где большая точность у нас. Вот теперь горячая клавиша 3. Смотрим. Опять. Мимо. Ну ладно. Не страшно. Просто. Не надо выделить ребра. И ещё инструмент Cap. Вот. И закрываюсь. Кстати, снизу дырку можно оставить. Вот видите, у нас нормали чёрными стали. Просто почему? У нас нормали перевёрнуты. Надо нажать Flip Normal. А снизу можно так и оставить. В принципе, даже можно не делать, а удалить. Полигоны сэкономим. Хм. Ну вот. У меня какой-то косячок здесь вылез. Первый раз здесь такой. Видимо, не всё в шум. И применяем модификатор Smooth. Он нужен, чтобы сгладить сетку. Но не добавлять полигонов. Вот. Не забываем что-то делать. Выравнивать. Спокойненько. Ну, нет. Мне не нравится. Это ладно. Сначала покажу, потом переделать здесь всё. Теперь делаем колёчки. Кхм. Кстати, ножки у меня здесь сливком выгнуты. Если посмотрите на изображение, там они более приплюснуты. Имейте это в виду. Я просто болтаю и отвлекаюсь. Как мы будем делать колёсики? Создаем обычный цилиндр. Потом вот здесь вот на галочку. Количество сегментов не играет роли. И ставим 180. Вот, пожалуйста. У нас пол колёсика. Можем 90 градусов и так далее. Мы как бы разрезаем на цилиндр. Идём-ведём его сюда. Мастабируем. Ну вот, у нас. Почти у нас есть колёсико. Что мы сейчас сделаем, догадайтесь. Конечно, создаём цилиндр. Ещё один. Ещё один цилиндр. Какой-то у меня пропадщий, поэтому я просто применю инструментом выравнивания, чтобы его не искать. Делаю радиус поменьше. Вот. Цилиндр. Переверну его. Нет, не тебя. Цилиндр. Переверну. Уточню точку вращения. По центру поставлю. Видите? Он неудобно вращается. Просто его сожму. И вот у нас готово колёсико. Если у нас там, например, два колёсика, как бы я имею в виду, между ними есть пустое место, тогда мы переводим его в конвертированный полигон. Рёбра. Клавиша 2. Connect. Сегменты 2 ставим. Потом полигоны. Выделяем полигоны. Extude. Local Normal. Ну, здесь уже минусовые координаты ставим. Как видите, тут не минус стоял. И экспериментируем. Вот, пожалуйста, такой стульчик, в принципе, готов. Ну, конечно, колёсики надо ставить. Желательно подмасштабировать. Я не готов, конечно. Подмасштабировать вот это вот дело. Просто она гораздо меньше. Вот. Даже можно ещё более загнутыми ножки сделать. Но это по вкусу. Креслы, они тоже разные бывают. Вот. И, в принципе, всё. Ну, там расставить колёсики и стульчик готов. То есть основные моменты я показал. Горлот, правда, у меня хрипло. Вот. Советую сделать из цилиндрика вот этого и колёсико один объект. Как вы его делаете, знаете. Переводите в конвертированный полигон и возьмите оттачь. Вот у нас. И потом он просто размножается. Ну, цилиндрик можно поменьше сделать. Вот этот. Я его выделяю элементам. Элемент — это у нас когда несколько объектов соединены в один. И надо выделить прошлый объект. Вот, в принципе, всё. Стульчик такой у нас готов. Всё очень просто и легко моделируется. Как вы видите. Всё. А, вот, кстати. Мир хорошо сработал и внимательно остался. Всё, в принципе. До скорых встреч. Внимательно. Уважаем себе. Пока.